В Западно-Казахстанской области свыше 400 человек состоят на учете в наркологическом диспансере. Особую популярность среди молодежи приобрели такие наркотические средства, как трамодол и синтродон. Проблема наркозависимости среди подростков не нова. Ответственные органы на регулярной основе проводят работу по борьбе с реализацией и незаконной рекламой наркотических средств. Наши корреспонденты приняли участие в одном из таких рейдов и узнали об эффективности данной работы. Совместные рейды, проводимые представителями правоохранительных органов, депутатами областного маслехата и членами общественного совета, направлены на уничтожение рекламных надписей с информацией о наркотиках, а также выявление незаконных точек продаж наркосодержащих лекарственных средств, выдаваемых в аптеках только по рецепту. Но бороться с этим приходится вслепую, так как жители домов, где происходит реализация наркотиков, не идут на контакт со специалистами. В связи с этим общественники заявляли, что пока данные лекарства, как термодол, будут доступны широкой массе, данную проблему не решить. От общественного объединения, от нашего общественного объединения, от всех жителей города Уральской области, мы инициировали письмо сенатору, письмо аппарата президента, также в МВД Республики Казахстан, Генеральную прокуратуру и Министру здравоохранения, о том, чтобы они все-таки нашли способ, как запретить безристорную продажу именно термодола. Депутаты добавляют, что вопрос продажи термодола необходимо решить незамедлительно. В этом бы помогла оцифровка медикаментов, которые помогла бы выявить нарушителей среди аптек. Чтобы уменьшить распространение, то есть так как это аптечный бизнес, считается, его выдают только по рецепту. Но есть такие люди, которые продают ее незаконным путем в частных домах, в общежитиях. Что мы предложили? Ввести вот эти вот данные препараты, тропикамет, трамодол и подобные психотропные вещества в таблицу именно запрещенных. Так как они сейчас не запрещены, то есть уголовного наказания нет, и поэтому с легкостью они продаются в таких местах. Добавим, что в России, Узбекистане и Беларуси незаконная реализация трамодола карается уголовным наказанием. При этом в Казахстане за это можно получить лишь административный штраф. Это, естественно, не пугает тех, кто хочет заработать на незаконной продаже лекарств, так как прибыль от незаконного бизнеса в десятки раз превышает штрафы.